Сегодня в экономическом календаре. В 12.00 Европейский Центробанк представит ежемесячный отчет, в котором будет дана оценка текущей и будущей ситуации в регионе. На рынок доклад ЕЦБ имеет ограниченное влияние, однако он используется для среднесрочного прогнозирования. В 12.00 Банк Норвегии сделает заявление по процентной ставке. Согласно прогнозу, она будет сохранена на уровне 0,75%. В 13.00 Евростат опубликует объем розничных продаж. В 14.45 ожидается выступление главы Европейского Центробанка Марио Драги. Его речь может оказать серьезное влияние на валютный рынок. Наличие в речи Драги намеков на принятие Европейским Центробанком дополнительных мер стимулирования приведет к покупкам евро. В 15.00 состоится выход важных данных в Великобритании. Прежде всего, Банк Англии сообщит о своем решении по процентной ставке. Согласно прогнозу экспертов, она будет сохранена на уровне в 0,5%. Также будет предоставлен отчет Банка Англии по инфляции, на основании которого принимается решение по процентной ставке. В нем, кроме анализа текущей ситуации, содержится прогноз на ближайшие два года. Кроме этого, будет опубликован протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике, в котором будет дана оценка экономических условий в стране и результаты голосования членов Комитета при решении вопроса о процентной ставке. Реакция рынка на выход этих новостей будет зависеть от принятого решения и от комментариев к нему. В 15.45 с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. Тезисы его выступления могут оказать серьезное влияние на котировки британского фунта стерлингов. В 16.30 выйдет пакет данных по экономике США. Ожидается публикация уровня производительности в несельскохозяйственном секторе и числа первичных заявок на получение пособий по безработице. Также выйдут данные о затратах на рабочую силу. Также в 16.30 с речью выступит член ФОМС Уильям Дадли. Если в его заявлениях будет содержаться оптимизм, то это окажет поддержку доллару США. В 17.10 ожидается выступление члена ФОМС Стэнли Фишера. Его речь используется участниками рынка для определения преобладающих мнений и настроений в комитете. В 18.00 будет опубликован важный показатель канадской экономики индекс менеджеров по закупкам Института статистики Канады, оценивающий степень благополучия в промышленном секторе страны. Ну а в 21.30 с речью выступит член ФОМС Денис Локхард. Его мнение оказывает влияние на кредитно-денежную политику комитета, поэтому тезисы речи Локхарда могут вызвать рост волатильности на рынках. Обратите внимание, мощный пакет новостей выйдет завтра в 16.30 по московскому времени. В это время в Соединенных Штатах выйдут данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и по уровню безработицы. Симметричный тандем новостей выйдет в то же время в Канаде. Это статистика по изменению занятостей и по уровню безработицы. Такое сочетание одновременно выходящих данных может вызвать повышенную волатильность пары USDCAD и открыть возможность заработка на ее движении. Аналитики крупных банков, таких как JP Morgan и Scotiabank, прогнозируют в длительной перспективе рост пары USDCAD. Не пропускайте важные события, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал MaxiMarkets теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе.